Всем привет и приветствую вас на моем канале. За микрофоном качества плагиата добро пожаловать в практически последнюю часть обзора картного дополнения под названием Мастерская Чудастера. Сегодня мы с вами взглянем на абсолютно все карты Охотника, которые нам продемонстрировали, как с упоминанием Короля Плюша, которого показали буквально одним из первых, так и со всеми остальными картами, которые, честно говоря, выглядят очень хайпово, очень по-хантеровски, по-охотничьи, да, практически как охотничьи колбаски. Обзор будет быстрым, практически таким же быстрым, как и катки на ханте в году Пегаса, потому что колоды, скорее всего, у него будут только темповые, со щепоткой неплохо так удешевленных тяжеленных существ. Охотники, собираемся, время идти в лицо. Ну а перед началом ролика, конечно же, ставим 2000 лайков, подписываемся на канал, если вы еще не подписаны, ну а за микрофоном качества плагиата, мы с вами начинаем. Вы еще не играете на Сирусе? Тогда самое время начать. Абсолютно бесплатно залетай на один из четырех игровых миров Сируса и качайся со своими друзьями или соло. Выбирайте фракцию Альянса Орды или Ренегатов, если не хотите быть ни на чьей стороне. Создавайте своих уникальных персонажей с абсолютно эксклюзивными расами на Сирусе, такими как Дренейд, Дворфы Черного Железа, Наги и многие другие. Выбирайте созвездия, украшения и аксессуары, чтобы ваш персонаж стал неповторимым. Залетайте в уникальные воссозданные рейды и подземелья, которых нет нигде, кроме Сируса. А для самых хардкорных участвуйте в регулярных турнирах на арене и в данжах за денежные призы, которые суммарно достигают 5 миллионов рублей. Сирус Х5, который сочетает в себе только все лучшее, собранное воедино с поэтапным ПВЕ прогрессом и полным набором ПВП. Однако, если вы любите полный хардкор и хотели бы поиграть со мной и томатом, то залетайте на последний и самый молодой Realm Soul Seeker с уникальным хардкор-испытанием с одной жизнью и полной хардкорной прокачкой Х1, чтобы заново окунуться в ту самую незабываемую атмосферу Варкрафта времен Короля Лича. Более 10 лет стабильной работы, самый высокий онлайн среди подобных проектов и возможность поиграть бок о бок с вашими любимыми контент-мейкерами. Все это ждет вас на Сирусе. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и залетайте играть вместе с нами. Итак, давайте сначала еще раз пройдемся по Королю Плюшу и затем перейдем уже к совершенно свежим новым картам. Он, напоминаю, 9 маны 6-6 рывок Боевый Клич, возвращает всех существ, так как которых меньше, чем у этого существа, в колоды их владельцев. Король Плюшу очень крут, он стоит 9 маны, это единственный его минус, но поверьте, даже этот минус будет нивелирован новыми картинками, которые добавили Ханту, которые, соответственно, помогают вам удешевлять бестов в вашей колоде, то есть зверей, да. Конечно, с небольшой щепоткой рандома, ведь зверей у вас, скорее всего, в колоде будет куда больше, чем просто один Король Плюш, которого вы будете таргетированно добирать как зверя. Так или иначе, Король Плюш это очень сильная карта, почему? Потому что Хант получает хоть, возможно, и чаще всего дорогую, но все же зачистку стола, которая не просто чистит стол, убирая все вообще ненужное, там, все провокации, которые помешали бы этому Королю Плюшу нанести его заветное 6, либо, если вы его прокачаете по мере игры, больше урона в лицо, соответственно, да, он вместе с этим позволит вам получить еще больше вэлью с тех существ, которых вы замешаете себе в руку, ой, извините, в руку, в колоду. Да, возможно, после выставления Плюша там уже не важно, что у вас в колоде, там вы просто добиваете вашего оппонента с вашей руки, но, тем не менее, Король Плюш это очень сильная карта, она, конечно же, комплиментирует легендарность Круша, который всегда существовал в Харстоне, не всегда был той картой, которую боялись увидеть от Ханта в поздних стадиях игры, ну и он, соответственно, является отличным его преемником. Карта супер, 100% будет кошмарить у Хантов. Итак, давайте теперь перейдем к новым картинкам, и первое это дистанционное управление, это новая обычная пушка на Ханта, 2 маны 1-3, после того, как ваш герой атакует, призывает Гончу 1-1. Неплохая пушечка, у охотников с ротацией там некоторые пушки выйдут из стандартного формата, и, соответственно, останется он практически ни с чем. Вот такая вот темповая штучка предлагается ему как замена. 2 маны 1-3 это, конечно, немножко не те статы, которые ты бы хотел, да, как-то он слабовато выглядит, но вы призываете Гончу 1-1 за каждый вот это вот, да, за каждый удар. Плюс получаете дополнительно по одному демаджу, что, в принципе, может выглядеть хайпово. Мне кажется, что дистанционное управление это немножко не та карта за 2 маны, которую вы хотите играть в манокривую Ханта. У Ханта и так будет очень много 2 дропа, в которые ты 100% захочешь играть, и дистанционное управление на их фоне, скорее всего, просто уйдет на задний план, и, ну, не будет так сильно использоваться, потому что вэлью, которую она дает, его не так уж и много для хантов, чтобы прям отдаваться, отдавать там всю эту манокривую свою в 2 дроп, и жертвовать табдеком хорошего 2 дропа на табдек вот такого дистанционного управления. Мне кажется, пушка сама по себе в изоляции суперсредняя, а уже с учетом того, насколько много карт за 2 маны сильнее вот этой добавят в новом сайте, которая вообще сейчас есть в стандарте, она становится еще хуже, поэтому скажем, что филер. Следующая карта — это Лоскутные спутники, это новое редкое заклинание на Хантазе 2 маны, вы получаете всех трех питомцев, они стоят на одну идицу маны меньше. Если вы вдруг совсем недавно играете в Харстон, то питомцы — это Миша, Хафер и Леок, это Рывок, Кабан 4-2, Гиппогриф или кто он там, короче, Леок, это 3 маны 2-4, такой чубрик, который будет, кстати, 2 маны стоить, который Сауры дает всем плюс 1 к атаке, всем-всем-всем существам, ну, а Миша — это 3 маны 4-4, Медведь с провокацией. Лоскутные спутники — это прикольный спелл, который поможет вам разнообразить как минимум зверей, да, у себя в руке, которых вы будете выставлять, они будут дешевле, то есть ты на второй ход делаешь Лоскутных спутников, на третий ты уже с монеткой, например, можешь выставить Леока и Хафера, причем это не рандом, а 100% выставление, этих существ ты ставишь, в итоге ты получаешь хорошую ауру и рывок 5-2 получается прямо на стол. Это очень сильно, потому что Хант получает все больше и больше зверей с рывком, что может немного негативно сказаться на вообще геймплее против него, потому что вроде как против рывка Близзы очень долго сетали, да, что типа вот, нельзя рывок, рывок мы будем убирать, заменять натиски, и теперь в новом сете Хант может получить рекордное количество рывков, как с учетом всех карт, которые есть нейтральные, да, так и с учетом его классовых, новых и старых. Лоскутные спутники, мне кажется, это замечательная карта, которая, может быть, и не в каждую колоду впишется, но как просто отдельное заклинание, которое дает много value, смотрится просто замечательно. Следующая карта — это спортзал в джунглях, прикольно. Это новая область на Ханта с 2 маны редкая, 3 прочности. Наносит 1 унице урона случайному противнику, эффект повторяется за каждого вашего зверя. Спортзал в джунглях — это, конечно, мощная карта, которая отлично будет энергировать с любыми токенами маленькими зверей, которые вы будете спавнить. Поверьте, вы будете это делать, и этот спортзал не просто так добавлен. Хорошая область, которая вполне себе никогда не помешает Ханту нанести дополнительный дэмэдж. Проблема этой карты заключается в том, что на ранних этапах ты на Ханте вряд ли хочешь наносить очень много урона в лицо своему оппоненту. Скорее, ты хочешь немножко подконтролить стол, полностью занять его темп и уже оттуда как бы наваливать конкретный дэмэдж, да? И здесь вы видите, да, по написанию, по описанию этой карты, одну из урона случайному противнику, то есть ее лицо может это полететь, а не только для разменов. Я бы хотел, чтобы, конечно, это на размены больше летело, но Хант всегда идет в лицо, и поэтому для сохранения, скажем, культовости эффектов всех его карт они обязательно должны лететь в лицо. Соответственно, спортзал в джунглях здесь будет это делать тоже. Спортзал в джунглях это очень хорошая область, которая отлично, как я и сказал, будет сочетаться с маленькими токенами зверей, которые вы будете выставлять. И, как я и сказал, кроме синергии с дистанционным управлением, которое мы уже видели, я эту пушку немножко мусорной назвал, потому что я уже заранее знаю, какие там картинки, и давайте я вам покажу ее, чтобы вы со мной уже согласились. И карта за спама стала нереальными токенами. Это радиоуправляемое буйство, это 4 маны эпические спелл на Ханта, призывает 6 гончих 1-1. За каждую гончую, что не поместилось на поле, остальные получают плюс 1-плюс 1. Кстати говоря, это отсылка на карту за 3 маны, когда вы вызывали гончих, которые там за каждое существо оппонента, правда, они с рывком были, да? И плюс еще шестерка эпическая из, я уже не помню, какого дополнения, может, это при вамбаска, у меня все карты из при вамбаска, такое ощущение, где вы вызывали крысы, и те, которые не помещались, по-моему, бафались, но, может, я опять же ошибаюсь. Короче, в любом случае, смотрите, что получается. Вы, значит, если с монеткой играете, на второй ход ставите спортзал, а на третьей с монеткой выставляете четверку, полностью засираете свой стол, получаете фулл стол 1-1, собственно, этих, да, собак, и плюс наносите, получается, 7 единиц урона, нет, 6 все-таки, 6 единиц урона с вот этой вот области. Неплохо, не правда ли? Ну и плюс вы понимаете, да, что область будет срабатывать только, когда вы на нее нажмете, да, а там дальше будет перерыв один ход, потом на какой-нибудь там пятый, да, вы сможете поставить там слоскутных спутников двух. Ну, короче, скейл этой карты, на самом деле, вообще невозможно крутой, как и с областью, так и с еще одной картинкой. Радиоуправляемое буйство, это вообще не лишняя карта на хантам, мне кажется, она просто очень сильная, замечательная, зайдет вообще в любого охотника, за 4 маны засрать стол зверями, да, с которыми вы и дальше сможете потом взаимодействовать, как-то их бафать. У ханта это просто супер так получалось, а с новым раскрашенным холстозавром, еще лучше, но я чуть попозже покажу. Замечательная карта, особенно если мы будем прослеживать дальнейшие синергии, отлично синергируется областью, отлично синергируется, ну, любыми, как бы, зверями, да, лоскутные спутники, раскапывайте льока, ставите, еще больше темпа можно навязать, особенно если оппонент не сможет найти ответ на такой, вроде как, хлюплый, да, всего лишь по одному хп у каждого вот этого вот питомца маленького, вот этой собачки будет, но все же опасный стол. Итак, переходим к следующей карте, это раскрашенный холстозавр, 2 маны, 3-2 редкий зверь, боевой клич, каждый другой ваш зверь получает случайный бонусный эффект. Честно говоря, эта карта поломана, я считаю, потому что, ну, вспомните, когда нам для мурлоков добавляли 4 маны 5-4, длинно шея, хотя вроде как этот эпик был общий, но все равно это было хотя бы что-то, ну, типа, и мурлоки там сложно их засетапить, засрать, а здесь ты делаешь это буйство, ставишь этого раскрашенного холстозавра, и у тебя в итоге не просто один-один токен, так у них еще будут еще и ключевые слова, может быть, там будет много перерождений, может, там будет низ соста ветра, может, там будет бабл, может, там будет претер... Нет, претер-то хрипа нет, ну, короче, капец, тут можно навести суеты, очень мощные синергии, которые позволяют ханту при, как бы, при возможности, если он занимает стол, скорее всего, там уже не отбиться будет, да, если вы оставляете этих питомцев на один ход хотя бы на столе, никак их не контролите, хотя бы пару не уничтожайте, то там дальше холстозавр этот идет, дальше вы ищели ока этого ставите из лоскутных спутников, ну, и начинается какая-то лютая суета, это, конечно, выглядит очень опасно, понимаете, раскрашенный холстозавр, ему можно будет добрать бесплатно, я вам покажу потом как, плюс вы его сможете выставить на любого зверя, понимаете, вообще любой ваш зверь может получить дополнительное, с боевого клича, напоминаю, бонусный эффект, да, если есть уже эпик, который там этот элементаль, да, дает всем элементалям бонусный эффект, но это председательный хрип, то с боевым кличем это все намного страшнее выглядит, и плюс не забывайте, что, опять же, да, на любого зверя можно дать какой-то бонусный эффект, там, ну, хаффер с низ сестом ветра, да, там, левок с перерождением, миша с божественным щитом, это вообще сумасшествие, ну, я молчу про самых больших, там, существ, там, какой-нибудь круж, потом плюш, короче, суета полнейшая, нереально сильная карта, уверен, что будут нерфить просто, чтобы эта карта стоила дороже, потому что иначе это, ну, просто нереальный дешевый пробаф, причем, какой пробаф на любых зверей. Следующая карта, это загадочное яйцо, это 5 маны 0,3 эпическое яичко, уменьшение, председательный хрип, вы получаете копию случайного зверя в вашей колоде, она стоит на 5 единиц маны меньше. Загадочное яйцо, это офигенный движок пода большого ханта на больших существах, плюс еще с уменьшением, да, вы ставите это яичко, потом ставите яичко поменьше, причем яичко поменьше будет, одна мана 1,1, вы сможете им разбиться, а вот загадочное яйцо нужно будет как-то самому разбивать, либо как-то батить вашего оппонента на то, чтобы он это разбил. Чем яйцо хорошо? Во-первых, уменьшение, да, вы сможете несколько раз получить очень много удешевленных существ, ну и во-вторых, вы получаете копию существа, то есть вы не достаете его без возможности потом еще раз достать удешевленную его версию, а получаете его копию. Замечательное загадочное яйцо, понятно, что здесь как бы минусом является то, что биг ханты вообще особо не играли, и сложно будет как-то, возможно, придумать какого-то большого крутого биг ханта, у него просто, ну, вы наверняка много натиска сможете на стол сделать и на лицо оппонента, но иногда проблемой большого ханта является то, что у него есть несколько вылетов, от которых, если отобьешься, у него просто нечем будет выигрывать. Посмотрим, что будет, возможно, там как-то хард поможет или дополнительные вэли генераторы, но загадочное яйцо, как отличный движок, отличная помощь для биг ханта выглядит просто замечательно и супер хайпово. Следующая карта это тиранозаврик, это новый обычный зверь на ханта 7 маны 7-6, натиск при цернахрип наносит 5 единиц урона случайному противнику. Тиранозаврик это отличное дополнение для биг ханта, выглядит хайпово, у него очень хорошие статы, 7 маны 7-6 натиск, это просто супер, он разменивается, чуть-чуть меньше хп, чем урона, потому что у него хороший предсердный хрип, наносит 5 единиц урона случайному противнику, тоже мощно, особенно если вы отлично будете трейдить там последнее существо и сразу же 5 урона сможете нанести в лицо оппоненту. Со загадочным мельцом все это говорит замечательно, его можно будет удешевить и не забывайте про раскрашенного холстозавра, который может эту тушу, как в принципе любую другую большую и маленькую тушу в виде зверя, прокачать и дать ему еще одно ключевое слово. Нереально хорошая карта, для обычного зверя подходит ханту просто на ура, замечательно. Все карты на ханта, которые сейчас показывают, радуют глаз. Предпоследняя карта на ханта, которую показали, это аппорт, это новое обычное заклинание на ханта за 2 маны, выберите существо, если это зверь, выберите заклинание. Супер карта, которая максимально комплиментирует вашу колоду, если вы ее будете собирать практически на всех зверях. Аппорт это суперский добор на ханта, у ханта обычно с добором большие проблемы, а здесь вы берете как бы, ну, псевдо-таргетированный добор будет, да, вы просто берете существо из колоды, если это зверь, а вы постарайтесь собрать колоду так, чтобы там было 99% зверей и один там какой-нибудь хейминг новый, да, новая легендарка, ну или яички, две штуки. И за счет того, что вы всегда практически добираете зверя, вы сверху еще и лутаете заклинание. За 2 маны, добор 2 карты для ханта дайте 2, как говорится. Очень хорошее заклинание, требует всего лишь там, да, небольшого такого, большой работы над колодой, именно в виде трайба существ, да, чтобы там побольше зверей было и приносит вам двойной вэлью. Что ж, и последняя карта, которую на ханта показали, это пенопластовый хейминг, отсылка нереальнейшая. 5 маны 3,6 легендарка, когда погибает ваш зверь, вы получаете легендарного, случайного зверя из прошлого. Он стоит на 2 единицы маны меньше. Ну, хейминг это, конечно, полный полом, и я так понимаю, что после розыгрыша радиоуправляемого буйства, если ваших собачек не замешают, у вас будет как бы 2 стула. Если у вас в руке есть хейминг, то вы ставите хейминга на, ну, как-то, если там будет место, да, под него, и трейдите каждую свою вот эту вот маленькую собачку. Для того, чтобы за каждую вот эту уничтоженную маленькую собачку вы получали случайного легендарного зверя из прошлого, который еще и дешевле будет, да, то есть, по сути, это будет, допустим, за 5 собак, если вы там место освобождаете, у вас заранее была область на столе, да, за 5 собак вы получаете 5 крушей с удешевлением на 2 маны, то есть, 5 крушей за 7, хайпово. Вот, собственно, либо вы даете там раскрашенную холстозавра, выставляете какую-нибудь там лиоку в нужное место, либо ставите еще одну область, ну, и, короче, начинается полная суета. Хейминг — это, конечно, суперская карта, она мне очень нравится. Проблема ее заключается в рандомности, естественно, вы получаете случайного зверя из прошлого, но круш, кстати, будет в вольном формате, то есть, он может считаться за карту из прошлого, именно настоящий круг, который в лицо идет. Но имейте в виду, что в прошлом, знаете ли, ханту добавляли не только хороших зверей, но и плохих. Если вы будете там какую-нибудь лутать из большого турнира, какую-то сраку, которая всем один наносит урон, там червь один есть, либо червь, которая наносит, если кому-то наносит урон, то сразу же уничтожает существо. Там много суеты ханту, поверьте, добавили за все время существования этого класса, поэтому не рассчитывайте на то, что хейминг всегда будут и удешевлены. Удешевление это приятная такая вот вишенка на торте, которая позволит вам как-то придумывать новые комбинации и получать за счет старых карт из вольного формата. Возможно, кстати, они их дешевле сделали, просто чтобы минимально забалансить, да, ведь в 2024 году подавляющее большинство зверей, которые, ну, даже легендарных, которых добавляли ханту, они будут выглядеть как-то не очень. Ну и если вы будете их разыгрывать за две маны, на две, извините, маны дешевле, то тогда, может быть, они будут как-то выглядеть похайповее, покруче. Мне кажется, хейминг это хорошая карта, с удовольствием можно будет с ней какие-то придумать прикольные комбинации, да, как-то получить дополнительные ресурсы, которые явно лишними затем не будут, ну, с учетом синергии с дальнейшими, там, воскрешалками. Напоминаю, песня, да, за восемь маны муклы, вот это вот из фестиваля легенд. Ну и как бы врата, открытый ханту, на самом деле, с новым дополнением, как будто для подавляющего большинства его самых крутых архетипов, и в отличие от мага какого-нибудь пососного, с хантом будет играться, мне кажется, намного веселее. Выпускаю своего внутреннего мальчика, который на ханте, помню, свою первую легенду взял. Ладно, там был воин. Но я на ханте много играл. Короче, очень жду ханта, выглядит очень круто. Что ж, ребят, ну а на этом очередная часть обзора карт нового дополнения Мазерская Чудастера подходит к концу. Если обзор вам понравился, понравился и полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы очень подписаны. И, конечно же, делитесь своим мнением по поводу новых карт на ханта в комментариях. Что вы думаете? Мне кажется, что новый сет для ханта выглядит просто нереально хайпово. Темпа ханта можно собрать, фейс ханта можно собрать, биг ханта можно собрать. Выбирайте что угодно. Явно по лицу будет стучать в два раза веселее, а то и в 10 раз, ну, если мы сравним с прошлыми дополнениями и с прошлым годом, в котором хант особо себя и не показывал. Что ж, огромное вам спасибо за просмотр. А за микрофон был Какси Аплагиат. И, конечно же, увидимся с вами на следующем стриме и в следующем ролике.